Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Режиссер программы «Адресес» и режиссер монтажа исторического фильма «Двеса Люпутин» из Гаттес Белогрудовс у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Ну, начнем мы, наверное, тогда с меньшей темы, да, потому что про «Двеса Люпутин» хочется поговорить побольше, поглубже и со всех сторон. Так что для начала про программу «Адресес» и непосредственно почему мы решили пригласить вас в эту студию. Это вырубка деревьев, которая непосредственно связана с программой «Адресес» и с одним из последних эпизодов этой программы, которую Мартин Шкибелц в качестве ведущего... Самый последний. Самый последний, да, который уже озвучивали его сыновья. Скоропостижно скончался Мартин Шкибелц в прошлом году. И авторская программа это была, соответственно, программы больше не будет. Вырубка деревьев. Почему это было так важно и было ли это важно на фоне именно этой программы и ухода Мартин Шкибелц в том числе? Ну, это был самый последний эпизод, который мы сняли. И в каждом эпизоде были две как бы объекты. Один хороший пример, второй плохой пример. Но я не знаю, как это получилось, но самым последним объектом, который мы снимали, это был вот этот парк, который находится в Тейке. Тейке, да. И это был объект, где вроде бы он был как бы плохой объект, но там еще ничего не было сделано. И Мартин Шкибелц сказал, у него была такая надежда, что он надеялся, что тут он немножко как бы постарается, чтобы показать людям, что еще не все потеряно. И что есть еще надежда, что тут будет все хорошо и показать людям, потому что мы всегда показывали, что уже сделано, такое плохое или хорошее. И он был очень с таким, ну мы закончили этот эпизод с такой надеждой, что там будет все в порядке. Речь идет о велотреке Марс. Слушателям нашим поясню. Небольшой такой участок на новой Тейке, там где появляются сейчас и небоскребы, и многоэтажки. 8 тысяч квадратных метров. И где должна, вот я понимаю, по плану произойти застройка офисными зданиями зеленой зоны. Да. В Тейке, если посмотрим, сколько там зеленых зон, там такие маленькие, там Заметанскверс, там еще, видим, спрешпелс, от Сиспилдеркти. Там есть такой маленький островки, но это, если смотреть Google Maps, это самое большое. Ну и такое место, мне тоже кажется, исторически такое интересное, да, оно там было создано еще в начале прошлого века, и там велотрек такой само по себе, мне кажется. И если посмотреть там, сколько там лип, они все посажены как бы в такой овальной форме, как и был этот велотрек. Велотрека там нету, но эти деревья там остались, и, ну, не знаю, я не понимаю, там очевидно, там же парк. Ну, я думаю, согласна с этим, 10 тысяч подписей даже больше собрано, будут проходить встречи, да, так что будем надеяться, что все случится как надо. В общем, если про программу «Адрес» еще поговорить, вы несколько лет снимали с Мартиншем программу, у вас два режиссера было, да, Одисолты, и вы, как вы делились, кто, кто, что? Это Мартинш выбирал, или вы между собой как-то, кто свободен, кто может? Да, и кто мог, то на одну передачу как бы один режиссер, и так мы делили. Чередовались все, я понимаю, да? Ну, попутешествовать удалось, да, по Латвии? По всей Латвии, и много объектов, не только в Риге, и очень хорошие примеры, там, в Резе, Кне, Даугопилс, еще везде, по всей Латвии побывали. У нас было пять сезон, 102 объекта, это 51 передача. Как они выбирались? Это огромная работа, если посмотреть программы, там, ну, там и исторически все это, но мы знаем, что Мартинш был в Ассоциации Архитекторов, да, может быть, у него какие-то там свои были контакты и возможности найти информацию, но это же надо было, во-первых, сопоставить два объекта, да, то есть найти что-то общее между ними. Я еще раз говорю, он не был ведущим, он был автором, и только он смог, он не жалел время, каждый объект взять и, там, не знаю, две недели ездить к архитектам, или, не знаю, или к Думе, или все, как бы… Организовывать все это. Организовывать и исследовать, потому и он потом мог так, иногда так, ну, скарбить, говорить. Да, 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 с каким-то извержением. Потому что это он все исследовал, он не жалел время, там, если надо было, он пять раз ехал в Валу-Укстан, чтобы там узнать все. Ну, и вас, соответственно, тоже каждый раз, наверное, с собой брал. Нет, нет, нет. Надо переснять, тут плохо, как-то не досняли еще что-то. Как-то сразу мы, когда он пришел в FFILMS, как-то сразу этот симбиоз получился. Он знал, чего он хочет видеть, и мы знали, как это показывается. А как состоялось вот ваше знакомство, вы нашли друг друга? Кто-то посоветовал, что… Вам? Его хороший… Нет, ему… Не у вас. Потому что у него идея уже была. Он сказал, вот это бы хорошо такой передачи, там, показывать. И он как бы вдохновился из одной передачи, что у нас было в FFILMS было «Земель и пусы». И мы делали передачу по скандинавский дизайн, и он как-то увидел, ну, вот, вот, я бы хотел вот такого взгляда на архитектуру. И тогда он… и кто-то еще посоветовал, что если делать такую передачу в таком качестве, то только в FFILMS. И так он пришел к нам. Ну, вообще, съемки качества, качество тоже программы. Если смотреть, то, ну, это, наверное, то, что хочется сейчас видеть на свежем и новом телевидении, наверное, потому что и сами съемки интересные, качество какое-то другое. Оно вот не, там, не обижая наше телевидение, но как-то не вот классическое. Сели, там, с микрофоном сказали, опустили, дальше пошли. Как-то все это так… Вы дроны используете? Да, дроны, свобода полная была. А с дронами не было проблем у вас, кстати? Ну, были в этой сезоне, последние, когда мы снимали президентскую резиденцию, там для дронов и для аппликации дронов, там красная зона. Там нельзя ни влететь, ни… а у нас было разрешение, как бы, мы там были. И наш оператор дрона, он говорит, ну, я не могу поднять, там, аппликации, там… Заблокировано. Заблокировано. Тогда ему надо было разрешение там есть у нас, но никак, никак не поднять этот дрон. Так он пошел, там, не знаю, 20 метров дальше, на пляже, и тогда поднял дрон. И близко-близко к этой красной зоне он там пролетел. В общем, какими-то всеми возможными способами. Но вы стали бы лучше в архитектуре разбираться за все эти годы работы? Даже не в архитектуре, а просто вот эта перспектива, которую Мартинч показал, это было что-то… Для меня это было что-то новое, я думал, ну, там, будем делать про архитектуру. Ну, посмотрим какие-то дома и все такое. Но эта перспектива, которая была у Мартинча, это был не только, вот там, хороший дом или все, а, как бы, где он построен, как люди это видят, как функционален, и все такое, всякие такие аспекты. И я никогда не осознал, что архитектура, ну, как бы, так много влияет на простого человека. И я это только осознал, когда первый раз снимал с Мартинча, с открытым ртом, а так тоже можно смотреть на дома. Но ведь есть два взгляда на архитектуру. Один действительно говорит о том, что нужно создавать что-то, где людям будет приятно жить. И есть более прагматичный взгляд. Ну, вот когда в 50-е годы строили, там, условно говоря, хрущевки, главное, чтобы было жилье, где расселить людей, а уже потом мы будем думать о том, как это будет, все там красиво или нет. То есть, вот насколько, какой подход вам ближе? Ну, это подход, как бы, индивидуальный. Если ты строишь для себя дом, тебе подход будет только индивидуальным. Я хочу вот такой. Но есть еще второй. Где ты его строишь? Как он будет выглядеть? Как он будет влиять на окружающую среду? И я думаю, там, вы говорили про 50-е, когда там хрущевки делали, все такое. То, что делает Валсинек-Стаменипшим, сейчас тоже. Только у нас есть такой какой-то участок, 8 тысяч квадратных метров, мы там можем построить дом. Там будет столько-столько-столько бюро. Они видят, а что там уже есть? Что это такое? Что там вокруг, там, работает более 5 тысяч человек. И зеленая зона, там, в ближайшем, это в центре ВЕФ, но какая там зеленая зона. И тоже они думают просто про квадратные метры, и все. Не было у вас никогда, если к программе возвращаться, проблем, потому что иногда достаточно так, ну, жестко критиковался, например, там, Новый Рижский театр, да, которые, ну, прошлись по нему так конкретно, мне кажется, так говорили, что, да, там... Это тоже один из объектов Валсинек-Стаменипшим. Но не звонили вам потом, не говорили, вот можно, пожалуйста, помягче как-то, или как вы смели... Нет, Мартинш ходил, и перед этой передачей, он и разговаривал с ним, и он сказал, вот, вы будете плохой пример. И пускали, не закрывали дверь ко мне. И тоже здесь, где этот парк, он под замком. И давали ключи, сказали, да, идите, снимайте. То есть критики, в общем-то, не боятся? Нет, Мартинш никогда не боялся критики. С Удисом Олтой, я знаю, что вы сотрудничали, и до того вот был прекрасный фильм про группу Лайбек Либерейшн Дэй, и там вы принимали участие в монтаже клипов в Лайбах, и я знаю, что вообще у вас очень большой такой плац связан с музыкой. Ну, есть. Вчера я узнал, что теперь Залто микрофон сдался. Да. Трех из этих номинированных клипов я монтировал. Ну, у вас вообще клипы, реклама, и теперь еще Двеселю Путинес, такой прям масштабный-масштабный проект. Может быть, уже потихонечку к нему, наверное, и будем переходить. Фильм, да. Ну, как у нас вообще в последние годы, можно заметить, вот Олег, да, у нас по фильмам как специалист составляет каждый год. Мы вообще подводим итоги года, и обычно как-то мы там российские фильмы, зарубежные фильмы, и латышских фильмов, латвийского производства, как-то не собиралось на там полное... Ну, еще года три-четыре назад... А вот три года назад какой-то такой был прям дан очень хороший, не знаю, как пинок, или возможностей просто больше стало, или это результат работы, который на протяжении каких-то лет проходил. И сейчас вот мы насобирали замечательные... Это, конечно, понятно, что к столетию, да, было выделено. Да, к столетию там была вот эта программа, как бы, в фильме «Столетие», и там было довольно много денег давались для фильмов, и когда это закончилось, мы так... Киноиндустрия вот так заметили, а там делают хорошие фильмы и так далее. А давайте не останавливаем это. И так еще потом государство тоже еще не... Как бы... Продолжало давать, да? Продолжало давать еще денег, чтобы... Потому что оживляется, оживляется наши фильмы, идут люди в кинотеатры и смотрят. И хорошо, что так сделали. Но вот как раз про Двеселепутальность стал самым кассовым фильмом за историю, ну, вот с возобновлением независимости, да? И даже там по сборам первой недели или первых двух недель даже «Титаник», по-моему, перепрыгнул. Это было не первые две, но через пять недель мы, да, мы взяли рекорд даже «Титаник», «Аватара». Там было... У них был просмотр в Латвии в кинотеатрах где-то 190 тысяч. У нас последние цифры, что я слышал, это за 200 тысяч. Я не знаю, самые новые. Ну, фильмы и, да, если говорить про все-таки у нас общество, есть русскоязычные, есть латыши, и тяжело доказать, что, например, русскоязычным надо идти смотреть вот такой-такой фильм. На этот фильм я вот, ну, поскольку, да, даже критику уже после премьеры, с обеих сторон, в общем-то, хорошие отзывы были. Как вы думаете, почему как-то все решили пойти, не только кто-то один, и не было там с чьей-то стороны сказано, что вот там это ужас ужасный, опять там ура, патриотизм, и опять нам там что-то там рассказывают однобоко? Ну, одно это, как режиссер сказал, когда он делал этот фильм, он не хотел гларифицировать войну. И больше хотел показать эти эмоции, которые могли бы быть. И, ну, нет этого помпоза и всякой этой, ну, виктори. Да, ура, ура, победа, и за победу, и все, и все такое. Ну, цифры говорят, людям просто это нравится. И я знаю, что каждый, кто бедал и участвовал в этом фильме, все это делали на 200%. Из-за того, что это такой большой, это книга, это такое важно для Латвии, и все такое. Я думаю, что и потому этот результат виден на экранах, и люди это чувствуют. А вот по поводу результата, чем занимается режиссер монтажа? То есть, вот, ну, с одной стороны, понятно, актеры, они играют, режиссер командует, значит, вроде бы сценарист пишет сценарий. Вот, в чем ваш вклад? Вот, в что делает режиссер монтажа? Когда сняли фильм, тогда, ну, грубо говоря, мне дали такой большой чемодан с 70, 100 терабайтов материала, и сделай из этого фильм. Физически, вот, кадр за кадром, и получается фильм. И звуки, и музыка, и все это надо кому... Кто-то должен это сделать, как бы, вместе, в одно целое. И это дело монтажа, режиссера монтажа. Ну, вот я видела тоже в интернете, как выглядит картина, вот, в этом программе, программе монтажа, это какой-то, ну, человек, который в этом мало что разбирает, и сам этот звук может порезать, да, для радио. Это просто что-то вообще невероятное. Сколько времени у вас это занимало? Мы знаем, что съемки вообще очень масштабные были, да, несколько лет. И это же все, вам надо все отсмотреть. Еще проконсультироваться там, историки, режиссер тут же над вами наверняка стоит. Ну, то есть, как бы, сценарист, вас же там все консультируют, как надо, как не надо. У нас было 8 консультантов в истории. Это тоже такой, мне кажется, момент. И они иногда ссорились между собой. Было так, нет, не было так. Так, они носили там на левую сторону это ружье или на правую. Как это было? И они иногда сами ссорились, но потом через два дня было так, да. Все-таки пришли. Консенсус. Ну, конечно, это было же было 100 лет назад. Но я знаю, что режиссер потратил 7 лет. С момента задумки. С момента задумки, да, примерно. А вы присутствовали на съемках или вам уже дали этот чемодан? Я присутствовал на съемках, потому что съемки тоже были такие особые, потому что весь фильм, как бы, со взгляда нашего героя. И немножко, это тоже немножко из-за бюджета, что там нам не надо какой-то дрон показывать, что там, не знаю, там поле, где там тысячами. Ну, мы можем снять это с земли, и там только 300 можно. И для меня это... Я был тоже на съемках, и иногда было очень тяжело. Мы когда на болоте снимали, минус 17, техника перестает работать, аккумуляторы все там сели. Но я был удивлен этим добровольцем, как там другим надо было там лежать 10 часов. И он был, как бы, мертвый. А там лежали при минус 17, и все. Они говорили, ну, хотя бы немножко приблизились к тому, что наши стрелки делали в то время. А у нас сегодня это, что у нас, термовеля и всякие... Шерстяные носочки. Да, шерстяные носочки. И вечером он уже дома. С погодой повезло, кстати, минус 17. Этой зимой вы бы не сняли. Такие сцены. Бывало так, да. Но, кстати, говоря вот о разнице поколений, ведь действительно ли все говорят, что поколения вот изменились, если наши там деды, прадеды, которые вот сто лет назад терпели, ну, действительно, вот очень большие, преодолевали трудности. А сейчас не стало ли вот, ну, молодое поколение, которое, боже мой, вот получил там недостаточно лайков в Фейсбуке, и для него уже трагедия. Ну, то есть вот он впадает, человек впадает в депрессию. У нас был милитарный консультант Зейдон Слочмилос, он был в Афганистане, очень сильный мужик. И он, когда увидел, что эти добровольцы, что-то он одна из последних сцен, где 15-16-летние школьники... «Битва по Цессамам». Да, «Битва по Цессамам». И мы снимали это два дня, и всё время был этот искусственный дождь. И они там промерзают, промерзают. Он, этот Зейдон Сон, стоит там. Всё будет в порядке с Латвией. Если я вижу, что они два дня подряд, они приходят, там замерзают. И то же самое все эти добровольцы. Если вы смотрели фильм, то титры занимают у нас 7 минут. И добровольцы были примерно 1200 или 1300. И когда идёт добровольцы, то есть 4 колонны с фамилиями. И когда ты увидишь, что люди так, как бы, может собраться вместе для одной цели, какие там лайки. Сегодня всё у нас будет в порядке. Я так думаю. Да, мы обратили внимание, что действительно очень долго в титрах идут вот эти фамилии тех, кто пришёл участвовать. И вы тоже призывали даже на своей странице в соцсети Facebook, что звук надо записывать, приходите, там, возможно, ваш голос будет. И на съёмки приходите, вот есть такая возможность. И как люди откликались? Легко? Надо было даже выбирать? Или всё-таки вам надо было как-то их затаскивать? И как-то, не знаю, у вас чай, кофе, вас угостят? Надо было выбирать. Потому что сразу, тысячами. А, мы придём, приедем. И всё такое. Даже у добровольцев там были такие группы, которые всё время, они уже сделали свои WhatsApp-группы, они уже там, а, ты поедешь там в субботу сниматься? Да, да, мы тоже поедем. Ну, давай поедем вместе. И были такие, которые всё время там, не знаю, если просмотреть фильм так медленно и аккуратно, то можно увидеть, что там есть, там, там, они как бы повторялись. Очень легко, очень легко. Сразу там, тысячами. Даже наш главный герой, он выбирался из примерно 800 там было. Главный герой тоже, насчёт него такое, что он такое явление, да, это не профессиональный актёр, и вообще, который вроде как актёром не собирался становиться, и когда у него сейчас уже, да, про планы его на будущее, он как-то пока не связывает, говорит, что он там хочет в пограничную службу пойти, в общем, как-то у него семью создать, пока совсем такие какие-то не актёрские у него амбиции, что он так случайно проходя, но за счёт этого многие говорят, что очень веришь, что он настолько вот как-то по-человечески прочувствовал всё это. Ну, самое главное, когда выбирали главного актёра, да, это было, чтобы он был юным, потому что у нас надо было, потому и фильм снимали два года, чтобы нам надо, чтобы на экране он как бы немножко взрослел, даже визуально взрослел. И одно из... потому и его выбирали, чтобы он был даже искренний в себе, он как бы патриот, патриот, и он как человек очень близко подходил к этому Артуру, который в книге. Главному герою. Главным героем. Он такой искренний, да? Он такой и есть. Не звезда. Про фильм, если говорить, про то, как там кто показан, ну, там, мне кажется, мне, на мой личный взгляд, что там нет такой эксплуатации темы патриотизма, что там достаточно тактично показаны и русские, там, немцы, что... То есть, как раз-таки идет весь рассказ через чувство главного героя и его мотивацию, в общем-то, она понятна, да? Вот эти вот все моменты. Когда монтировали вы фильм, не было у вас какого-то там страха, кто как поймет, кто как... Ну, может быть, не страх, а такое, какое-то боязнь, опасность, чувство опасности? Ну, нет. Это... Нет. Это самое главное, когда монтируешь, это главное, чтобы эмоции... Задумка режиссера. Задумка режиссера. И главное, чтобы зритель понимал эмоции. Если это, как бы, он почувствовал, это все... А что там... А как достигаются эти эмоции? Вот как... Вот как у Кулиджанова, как у... Ну, вот эти чудеса монтажа из Эйнштейна, когда показывают сначала... Ну, вот любое нейтральное лицо может выглядеть по-другому, если мы вот что-то поставили перед этим. То есть мы знаем, что восприятие зрителя одного и того же лица будет в разном совершенно. Вот как это достигается? Ну, так... Маленькими кусочками. Что положим впереди? Как заканчиваем? Но самое главное избавиться от всего лишнего, что можно... Отсеять сразу. Да. Это самое главное монтажа. Но еще, еще очень-очень помогает музыка. И, слава богу, у нас был такой... Мы могли работать с голливудским композером Валлита Ритманист. Да. И это очень-очень помогает монтажу и очень помогает вот эту эмоцию как бы с экрана дать зрителям. То есть у вас сразу и звук, и картинка, и все вместе. Да, все вместе. Сколько раз вы посмотрели фильм за все вот это время монтажа? В кинотеатре, мы там три сидели, режиссер, продюсер, и я примерно восемь раз. Но... Но во время работы вы же вам уже присматривали... Я знаю наизусть все. Каждый, каждый. Ну, это не раз. Ну, как бы, если монтируешь, то монтируешь каждый эпизод отдельно, и потом это все в один фильм. И тогда с режиссером думаю, ну вот, что, как меняться, что покороче сделать, как мы будем заканчивать фильм. Есть же... Там сотни раз. Сотни раз. Там же есть такая традиция уже, что в какой-то режиссерской версии а потом появляется более полная версия с какими-то добавленными... Это только режиссерская версия. Есть только режиссерская версия. Ну, не будет ли какой-то еще, ну, не знаю, когда DVD появится или какие-то будут с добавленными... Обычно всегда это вот... С вырезанными сценами. С вырезанными сценами. То есть то, что еще не вошло там в театральный прокат. Очень мало. Есть такие сцены, которые сняли, но потом поняли, что они... Ну, слишком долго. Вот одна сцена. А то фильмы долгие. Да, да. Два часа. А люди говорят, что это такое пролетело. Есть одна сцена. Вот со съемок... Есть уже фильм о фильме. И там есть как раз сцена, где главный герой со своей первой еще любовью, которая отправляет его на войну, он купается в канале, на бастионной горке, я так понимаю, судя по всему. И этой сцены в самой картине нет. У вас была битва с режиссером, когда режиссер говорил, эта сцена должна быть, а вы, например, считали, что нет. У вас такое было право голоса, что вот на ваш вкус, с вашим опытом, вам кажется, что здесь надо сделать так, и режиссер к вам прислушивался. Есть так. И так, потому я называюсь режиссером монтажа, потому что я отвечаю за монтаж. И потом... Я делаю как бы немножко свою версию, и потом с режиссером просматриваем. Совпадает, не совпадает. Почему так? Почему так? И ещё иногда мы давали людям просто посмотреть какой-то эпизод, и... Как фокус-группа какая-то? Какая, да, да. Как вы чувствуете? Будете плакать или нет? Нет. Ладно, что-то сделаем, что-то перемонтируем, что-то поменяем. А кто это были? Это были обычные люди или вот люди с улицы или какие-то ваши знакомые? Люди с нашей команды, которые не все в монтаже, мы сидим вдвоём. И другие как бы были там, знают сценарии, всё такое, но они всё-таки ничего не видели. И это были иногда люди из нашей команды. Вы сказали, что восемь исторических консультантов, и все они в титрах тоже указаны. Когда вы монтировали, над вами стоял кто-нибудь из исторических консультантов, что вот здесь должен быть сначала взрыв, потом отскок, или сначала отскок, потом там звук. Вот такие вот все моменты. Вас консультировали? Не было. Были такие маленькие нюансы, не знаю, если в кадре резиновые сапоги. Не должно быть. Но, конечно, мы не можем сделать 300 пар оригинальных сапогов. Иногда что-то попадает в кадре, что там не должно быть. Как этот стаканчик Старбакса в игре Пристолов, да? Но в конечной версии нет? Ничего такого у вас уже не было, что вы посмотрели после и там что-то там вот все-таки вы заметили, что есть? Что-то такое маленькое есть, да? Все-таки, если внимательно присмотреться, что... Потому что, чтобы это, не знаю, или в компьютер графике, или что-то там, ну вот заист. Стереть, да. Да, стереть. Это много денег. Кто сто раз посмотрит, может быть, заметит. Может быть, да. Вот про звук и, в общем-то, про работу и Лолета Ритмана вы сказали, да? Вы сами упомянули, что она так голливудский уже композитор. Звук в Чехии, по-моему, да? Писали, записывали. Записывали в Риге. Музыку записывали в Риге. Тоже латвийский радио взяли. Но микс как бы это все сделано для кино. Главный микс мы делали в Чехии. Да. И сценарист тоже вообще с российской, с российским бэкграундом, да, Борис Фрумин. То есть, у вас такая международная команда была. И картина, в общем, если ее посмотреть, ну, вот, мы для себя тоже отметили, что, ну, такой прям вот чувствуется какой-то, ну, вот, уровень уже вот на ступеньку выше, что ты даже смотришь и ты не думаешь, ну, там, здесь дешевенько, там дешевенько, тут вот видно, что там пытались как-то скосить угол или еще что-то, в общем, ну, так смотришь и качество очень даже. Вот эта международная команда как-то на этом сказалась, как вы думаете? Или мы уже сами доросли до такого уровня? Это главное, все зависит от режиссера. И я думаю, здесь Дзинтерс попал в десятку с этим, как это снять, как показывать. И он отличный режиссер. И еще одна, я еще раз говорю, очень-очень-очень многое зависело от всей команды. Даже маленького добровольца, который там на улице, все были в этом проекте очень-очень-очень-такие проактивные. Вовлечены. Да, вовлечены. И там никому не надо было два раза говорить, что тебе надо сделать это, потому что мы хотим снять хороший фильм. Все хотели, чтобы этот фильм вышел и чтобы он был хороший. Да, просто сегодня должны объявить номинации на Оскар. Вот когда есть ли шансы вот у латвийского кино попасть вот хотя бы в шорт-листы, поскольку вот кино, которое мы снимаем все-таки вот с прицелом на то, чтобы это было интересно не только тем, кто знает историю Латвии, а может быть какие-то универсальные вещи, которые будут понятны абсолютно. В каждой стране была какая-то война за независимость, каждая страна, в принципе. Вот может ли случиться так, что этот фильм попадет? Ну, это может. Но фильм, конечно, очень национальный. Ну, такой, если вы говорите, не патриотичный, такой, помпозный, но все-таки эта тема для нас важна. Если показываете испанцу такой фильм, ну, что, или американцам мы тоже показывали, и один из вопросов был такой, почему он просто не пошел домой? потому что американцы не знают, у них не было войны, у них не было сто лет назад, там, давно, давным-давно было. И они не понимают, как это, что война приходит в твой дом, и что у тебя нету, ты не можешь просто так уйти, тебе надо идти здесь и воевать. И, ну вот, и как вы знаете, тоже в Голливуде, кстати, я только что видел этот новый фильм, 1917, да, сам Мэндесс, да, 1917. Это тоже самое, это после, почти, это весной после рождественских боев, но только другой фронт, а фильм очень хороший, и если кто-то даже пытается как бы сравнить, то это большой комплимент, потому что там бюджет 50 раз больше. Если сравнить, спасибо, это только-только комплимент. Могу ли я тоже сразу комплимент, просто нам пишут наши слушатели, пока приходят вопросы, вот хотел высказать огромное уважение и благодарность режиссеру монтажа, режиссеру их команде, потому как сняли фильм, который может не только дать фору некоторым голливудским картинам, но и для общества в целом этот фильм объединяет нас всех, когда в то время, как некоторые политики делают обратно, большое спасибо, вот пишут вам. Ой, спасибо, вот это самое важное для нас, слышать. И еще один факт, режиссер сказал, что после фильма еще появляется диалог между поколениями, что внуки там спрашивают дедов, а как было, твой папа там воевал или все, и начинаются вот эти деменеси, семейные, какие-то, начинаются эти разговоры о том времени, как это было, что это было, и все такое. Пришло... Есть о чем поговорить вечером, да? Просто пришло еще одно... самое главное. Еще одно такое, прямо, я бы сказал, предложение, вот история последних трех тысячелетий Латвии наполнена тайнами. Нет ли планов вообще снять сериал по истории Латвии, который бы рассказывал всю историю? У вас вообще после такой работы есть на что-то желание во что-то такое же масштабное втягиваться? Время нет. Клипы, рекламы, программы. Ну, такие маленькие вещи теперь будут делать. Передохнуть. Потому что, да, передохнуть надо. Для меня это было два года. Про истории мы могли бы снять, если смотреть эту книгу, то там даже сериал можно бы было снять, но у нас таких финансов нет, HBO у нас не спонсируется. А вдруг кто-нибудь услышит? А вдруг да. Хотя вот, кстати, ведь в России по-моему стало такой практикой. Они снимали фильм, а затем делали из него сериал просто вот с дополнительными какими-то сценами. В Латвии тоже один сериал. Они сняли сериал и потом сделали фильм. Бывало так. Вы, в общем-то, и вот компания, где вы работаете, в которую когда-то Мартин пришел, одна из специализаций это документальное кино. вот вообще будущее документального кино в Латвии, как вы считаете, вас приглашают куда-то, вашу команду там снимать в какие-то другие страны? меня пригласили в Литве монтировать. Это было два года назад. Но будущее кино, я думаю, что латвийское документальное кино одна из самых сильнейших в Европе или в мире. потому что даже фильмы, которые ВФС фильм сделает и другие студии, они, если посмотреть все фестивали, какие там баллы, они получают. Ну вот Лайлы Пакл недавно тоже в Каннах, по-моему, был показан. Один из фильмов мы сделали про Джиро де Италию, про велосипедистов, и этот фильм, он был, продакшн был в Литве, но наши тоже операторы участвовали, я там участвовал, и этот был один из фильмов, который на Оскар, но на лонглость. Не знаю, там 70 или сколько фильмов лучше, там попали на этот большой лист, которые могли бы быть нам нерваны на Оскар, но дальше мы не попали. Ну, первый этап прошли уже. Первый этап прошли. Вас, вашим опытом, в общем, такой, я еще раз повторюсь, красивой картинкой, которая привлекает, как бы там, что ни говорили, все равно картинка, она, наверное, первая на что-то, ну, цепляется взгляд у тебя, да, люди приходят на людей и на, ну, на персонажей, персон, и на картинку хорошую. Вам не предлагали уехать куда-нибудь, или, может быть, у вас, ну, всегда же кто-то хочет, там, Голливуд тот же самый, или там еще в какие-то... Еще нет, но мы с режиссером говорили, ну, как у нас теперь контакты есть с Голливудом и так далее, у нас был консультант монтажа, который был номинирован в прошлом году на Оскар, и контакты есть, и я думаю, что следующий шаг. Все возможно, да? Да, все возможно. Наш мир такой, очень маленький, если так смотреть. Вот мы уже упомянули, да, у вас реклама, клипы, фильмы, и очень большие фильмы, что все-таки вам больше всего нравится, вот как в творчестве, где можно, может быть, поиграться, где можно там себе что-то позволить, не знаю, там похулиганить или что-то новое, проэкспериментировать, протестировать что-то. Где, что это из всех вот этих... Это музыкальный клип. Мы знаем, что брейнсторм тоже у вас много, много с ними работы и контакта. Да, последние пару клипов я монтировал для них. И это самое интересное, потому что это форма, как бы, ну там всякая. Последний клип для Дона был снят как бы backwards. В обратной съемке, да? Да, в обратной съемке. Ну вот, придумайте. Экспериментируйте. Да, экспериментировать можно и все. Ну вот тут еще вопрос пришел. Можно ли назвать вот Веселю Путани с прорывом в современном, ну вот, латвийском кино? То есть, вот что-то то, чего раньше не было. По масштабам, по качеству? По масштабу точно, да. Самый большой фильм. Я из критиков немножко слышал, что есть как бы теперь такая латвина, планка, да. Планка. На следующие 15 лет, что будет трудно перепрыгнуть вот это. Я согласен, да, такая есть. Ну хорошо, когда конкуренция есть, это все-таки двигатель прогресса. Спасибо вам. Режиссер компании ВФС Филм, программа Адреса с режиссером монтажа исторического фильма Двеселю Путин из Гатт из Белогрудова с Болонной Студии. Всего хорошего, успехов вам. Спасибо, что пригласили.